Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали, и попробуем решить вашу проблему. Все говорят, пишите вы, что отношения нужно выстраивать и развивать двум половинкам. Кто именно говорит? То есть, кто все? Почему вас волнует то, что вас говорят все? Насколько для вас важно мнение этих всех? Ну, вот этих вот всех, всех людей, кто говорит. Почему вам важно мнение этих людей? Почему вы прислушиваетесь к тому, что они говорят? Это первое. Второе. Вы говорите, что отношения нужно развивать и выстраивать двум половинкам. Здесь сразу скроется несколько, знаете, подводных камней, как мне это видится, по крайней мере. Первый подводный камень заключается в том, что вы говорите, ну, ключевое слово нужно. То есть, вот, нужно, непонятно, нужно, кому, кому нужно. То есть, понимаете, это не делается так, что, вот, по нужде. Это делается так, человек либо хочет, либо нет. Либо он хочет близости, хочет быть, ну, как бы, более, в более близких отношениях, либо нет. Такого, что люди выстраивают отношения, потому что им это нужно. Нет, ну, такое встречается, такое бывает. Но это вряд ли делает людей счастливыми, потому что, ну, подобная, подобная позиция, она не приносит ничего хорошего людям. Это, получается, знаете, такие отношения по, по расчету, по принуждению и так далее. То есть, вопрос заключается в том, основной. Если нужно, то кому нужно? И для чего нужно? Понимаете? Это, вот, такой, важный, на мой взгляд, момент. Потому что, от этого зависит, во многом, во многом от этого зависит то, как вы сами выстраиваете отношения с людьми. То есть, если вы говорите, например, что нужно, да, нужно, что появляется такая вот, знаете, знаете, действительно атмосфера давления небольшого появляется. И, вряд ли, эта атмосфера давления, она, ну, идет на пользу вам, идет на пользу мужчине и так далее. Понимаете? То есть, если вы считаете, что нужно, то это значит, что имеет место быть ваше желание. Ваше желание не достойно того, чтобы удовлетворялись самостоятельно, без привлечения других людей. Дальше. Вы пишите, но ведь когда люди знакомятся и начинают общение, тут не идет речь об отношениях. Нет, на самом деле, речь об отношениях уже идет. То есть, отношения, они начинаются сразу, как только, вот, вы, ну, вступаете в какую-то связь, как только вы взаимодействовать начинаете, уже отношения. Они уже, эти отношения имеют место быть. Другое дело, другое дело, что, эм, какие это отношения, что это за отношения, что они из себя представляют. Это уже, ну, немножко, немножко другое. Вот. Но, однозначно могу сказать, что на начальных этапах, даже на начальных этапах, люди уже строят определенного рода отношения. Это так. Это правда. Поэтому, может быть, речь не идет об отношениях интимных, об отношениях любовных каких-то. Это да. Но, речь идет об отношениях между людьми, об отношениях между социальными индивидами, социальными субъектами. И это не менее важно, чем все остальное. Вот. И принижать значение такого общения, на мой взгляд, не стоит. Дальше. Мы очень долго в свободных отношениях пишете вы, и как из них выбраться, я не знаю. Ну, смотрите. Ситуация такая. Вы находитесь в свободных отношениях с мужчиной. И вам это не нравится. Ну, то есть, вам надоело находиться в свободных отношениях с мужчиной. И в некоторой степени, в некоторой степени, я вас понимаю, это действительно не отвечает в некоторой степени тому, например, чего можете хотеть для себя. Я. Вы. И так далее. Это правда. Это так. Это верно. Но, мужчина, если его все устраивает, он менять никогда ничего не будет. Потому что, мужчины, это такие существа, что без стимула извне, они не будут что-либо менять, они не будут как-то что-то делать. Вот. И вам нужно это понять. То есть, если вы хотите выбраться из отношений, как вы говорите, из свободных отношений, то нужно, чтобы мужчина этого захотел. То есть, либо человек понимает, что вам нужно что-то другое, и о давлении речи здесь не идет абсолютно. То есть, не идет речь о том, чтобы давить на человека, не идет речь о том, чтобы предъявлять ему претензии какие-то. Речь именно об этом не идет. Речь идет о том, чего хотите вы. Понимаете? Речь идет о том, что нужно вам. Вот о чем идет речь. Вот о чем идет речь. Именно и только так. То есть, речь, еще раз, не идет о том, чтобы мужчину, да, к чему-то принуждать. Речь идет только о том, чего хотите вы. То есть, вы, грубо говоря, просто ставите мужчину в известность, что так и так, значит, мне, там, грубо говоря, хочется, ну, чего-то другого, да, мне хочется, там, какого-то развития, да, в отношениях. Мне хочется, там, ну, больше, например, стабильности, да, больше, например, там, определенности в жизни и так далее. То есть, вы даете мужчине вот это понять. И еще, и как бы от него вы отдаляетесь. То есть, вы не давите на него, а просто обещаете ему. Говорите, что, дорогой, ты, как бы, ты классный, ты супер, ты великолепный, вот. Но я понимаю, что мне нужно больше. То есть, я от тебя ничего не требую, я от тебя, там, грубо говоря, ничего не жду, да. Но мне нужно, мне нужно, что это больше. И вы имеете право хотеть чего-то большего, вы имеете право чего-то желать больше. Но это можно говорить в виде, ну, это можно говорить в виде негатива, да, то есть, в виде такой фразы, типа, что ты должен. А можно говорить это в виде я-сообщения. То есть, когда вы просто говорите, что, вот, мне нужно. То есть, не ты должен, а мне нужно. Это разные вещи. Понимаете? И если вы для себя вот это, если вы для себя вот эти вещи постараетесь увидеть, если вы для себя вот эти моменты постараетесь, ну, скорректировать. Что, на мой взгляд, на мой взгляд, вы сможете, по крайней мере, более корректно вести себя. У вас будет более корректное поведение. Понимаете? Потому что, ну, свои желания, их ведь нельзя, на них ведь нельзя наступать. На свои желания, на свои потребности. Ну, вот. Их нужно удовлетворять. Потому что, ну, вы живете все-таки для того, чтобы быть счастливой. Но важно, чтобы при этом человек, с которым вы в этих отношениях находитесь, не привлекался к личной ответственности, как бы, за вас. Вот вы говорите, мы очень долго в свободных отношениях, и как из них выбраться, я не знаю. А почему вы очень долго в этих отношениях? Почему вы изначально согласились вообще на эти отношения? Ну, я имею в виду, на отношениях свободных. Вот. Из-за чего вы согласились? Что заставило вас согласиться на такого типа отношения? Особенно, если вы, например, понимаете, что вам это, ну, не очень нравится, что вам это, там, грубо говоря, не по себе, и так далее. Вот. Что заставило вас в эти отношения вступить? Ведь чего-то же вы хотели, что-то же вам, ну, было нужно, к чему-то же вы стремились, я так полагаю. И как это изменилось сейчас? Как сейчас изменилось то, что, ну, вот, то, как вы стали воспринимать и мужчину, и, собственно говоря, себя, и так далее. Ведь что-то же поменялось, и вот это, то, что поменялось, нужно выбирать. Потому что это поменялось, это что-то поменялось у вас. Это что-то, грубо говоря, поменялось в вас. И, в первую очередь, нужно спросить себя. Себя нужно спросить, что во мне поменялось? Что во мне изменилось? И, собственно говоря, почему это изменилось во мне? Ну, и тогда уже будет более вам четко понятно, чего хотите именно вы в этой ситуации. Дальше. Я привыкла, пишите вы, что у него свои дела, у меня свои. Ну, вы привыкли, вам так удобно. Можно ли в таком случае говорить о том, например, что вы никак не сможете быть в отношениях, ну, например, менее свободных? То есть, когда человек, ну, как бы больше претендует на вас и на ваше личное пространство. Можно ли предположить, что вы не готовы поступаться своей свободой? Например, то есть, здесь, на мой взгляд, есть определенное противоречие. С одной стороны, вы говорите, что я хотел бы более близких и близких отношений, но, с другой стороны, вы пишите о том, что я привыкла, что у него свои дела, у мужчины, в смысле, и у меня свои дела, вот. И если сейчас человек, например, ну, как-то вот себя проявит, да, если человек сейчас как-то даст вам то, то, чего вы хотите, то еще ведь неизвестно, как вы на это отреагируете, верно? То есть, вы, вы не знаете, как вы на это отреагируете, вы не знаете, не можете знать, понравится вам это или нет. Потому что вы привыкли. Попробуйте, эм, ну, представить себе ситуацию такую вот, когда, а, значит, ну, вы в более близких отношениях с мужчиной. Как это происходит? Готовы ли вы отдать, грубо говоря, эм, часть своей свободы ради этих отношений? Понимаете? Если готовы, то стоит предпринимать активные действия по выражению своей позиции. Если не готовы, то в первую очередь стоит, эм, подумать, а чего же все-таки я хочу. Дальше, значит, мы встречаемся, и, короче, проводим время, эм, созваниваемся, эм, ну, то есть, у вас, э, есть такой, налаженный быт. В начале общения это был интим чистой воды, сейчас мы как-то сблизились, но дальше ничего нет. Эм, смотрите, значит, во-первых, вас, эм, что-то заставило, эм, согласиться на интим, да? То есть, на отношения, эм, ради интима. Я не говорю, что это плохо. Я просто хочу сказать, что это факт, да? Что это было. И в начале вам нужно понять, эм, почему вы хотите, вот, эм, ну, готовы вступить в такие отношения. В интимные отношения. Простые. Я, я полагаю, что за этим ведь тоже что-то стоит. Я полагаю, что, эм, за этим тоже кроются какие-то ваши желания. Нужно постараться определить и их. Далее. Эм, значит, вы говорите, что сейчас мы сблизились. А как вы сблизились? Как именно проявляется ваше сближение? Почему вы говорите, что мы сблизились? То есть, вы говорите, как бы, за, эм, ну, вы говорите, как бы, за него. Вы не говорите, как бы, эм, здесь эм, эм, за, эм, ну, за себя. А говорить нужно все же именно за себя. То есть, я сблизилась. А я привязалась. Я теперь чего-то хочу. Вопрос в том, чего и как. Понимаете? Вот это очень важный момент. Чего я хочу и как. От своего мужчины. Теперь. Несмотря на то, что мы изначально только в инвентивных отношениях. Находились. Это изменения. И эти изменения нужно отслеживать. И касаются они в первую очередь вас. А мужчина, ну, может быть, мужчина стал просто больше вам доверять. Может быть и нет. Но, в любом случае, эм, сближение, оно произошло пока только именно с вашей стороны, не с его. О. Далее. Я сама, сама не знаю, эм, что мне делать. Как повести себя, эм, чтобы как-то сдвинуть с места. Ну, эм, эм, вообще, это интересный момент, момент, довольно-таки. Вы говорите, что не знаете, как себя повести, эм, то есть, грубо говоря, грубо говоря, вы признаетесь в том, что, эм, не знаете, как выразить свои желания. То есть, вот у вас есть какие-то желания, а выразить их вы не можете. Или стесняетесь. Или не принимаете себя. Что, что в принципе одно и то же. Только на более глубоком уровне. Либо вы, эм, считаете себя недостойным. Понимаете? То есть, у вас есть проблема с выражением своих желаний. И, пока вы сами себе не будете позволять эти желания, грубо говоря, иметь. Я полагаю, что ситуация не сдвинется с мертвой точки. Ну, опять же, вопрос здесь связан именно с формой. То есть, никто не говорит вам, эм, на мужчину, например, давить. То есть, если я говорю, эм, что вам нужно заявлять о своих желаниях, то это означает именно это. То есть, говорить о том, чего я хочу, а не о том, что должен, грубо говоря, другой человек вам. Именно поэтому мужчина и разрывает отношения с теми, кто так себя ведет. Ибо это неприятно. Значит, первоначально вам нужно стать более отстраненным. То есть, меньше проявлять, эм, ну, активности по отношению к мужчине. Меньше проявлять инициативу по отношению к нему, к нему. Возможно, имеет смысл быть немножечко, эм, менее разговорчивой, более пассивной. Эм, отказаться от пары встреч. Чтобы мужчина, эм, почувствовал для себя, что что-то неладно. Чтобы мужчина увидел, что что-то происходит. И когда это произойдет, он, скорее всего, а если ему не плевать на вас, он спросит, что случилось? Ну, с вами. Что произошло с вами? Что было с вами? И вы скажете ему что-то типа того, что мне грустно, вот стало что-то, вот, уже столько времени, а у меня все нет семьи, нет детей, как бы и так далее, так далее, так далее. Вот я задумался на эту тему и мне было очень-очень грустно и очень не по себе. Прости. Все. Мужчине вы дали понять, что проблема вас волнует, никакого давления он не испытывает в себе. Потому что от него-то вы не требуете ничего, ничего. Правильно? Вот. И вот с этого и нужно начинать изменение своего поведения. А дальше уже зависит от того, с чего вы, грубо говоря, сами хотите. То есть, что вам нужно, нужно, вот. Ну, именно, именно вам, именно вам, что нужно. Вот. То есть, там уже зависит от, от цели, там зависит от цели, именно. Что-то, если вы хотите одного, то вам нужно действовать так, если вы хотите другого, то вам нужно действовать иначе. Вот. Я полагаю, что свои цели вы, ну, можете определить сами. Вот. Ну, либо если затрудняетесь, то, соответственно, можно с психологом этот вопрос проработать. Дальше. Значит. Ему тем более ничего не надо, пишите вы. Вот именно. Ему ничего не надо. То есть, надо вам. И, соответственно, здесь возникает вопрос, ну, а если, если надо вам, так, что именно надо вам? И как мужчину, собственно говоря, замотивировать, да, как мужчину замотивировать, чтобы ему тоже стало надо? Понимаете? Это вопрос. Для этого нужно знать желания мужчины, его идеалы, его ценности. Для этого нужно знать, какая женщина ему нравится, какая женщина дает ему возможность почувствовать себя мужчиной. и чтобы ему было немножечко не по себе, когда, и если вы, например, перестали бы общаться. То есть, в любом развитии наступает определенный кризис, когда развитие либо продолжается, либо оно завершается. Но это лучше, чем застой. И я полагаю, что основная проблема заключается для вас в том, что вы боитесь потерять то, что имеете сейчас. Вопрос, правда, такой. А что вы имеете сейчас, и насколько для вас это ценно? То есть, за что вы, грубо говоря, держитесь? Ему в голову ничего не приходит, кроме как кино и дом, а мне тоже, потому что у меня своя жизнь, но я ощущаю, уже можно как-то сдвинуться. Не очень я вот понял смысл этой фразы, если честно. То есть, ему в голову ничего не приходит, кроме как кино и дом, это понятно. Потому что у мужчины нет стимула. А вам почему ничего в голову не приходит, хотя вы это осознаете? И как ваша жизнь мешает идеям о, например, времяпровождении, для меня это, честно, загадка. То есть, кто мешает вам предложить мужчине, например, съездить куда-нибудь за город, там, на 2-3 дня в санаторий или то-то еще, ну, это вот не очень понятно. Вот. Когда вы говорите, что я ощущаю, что можно сдвинуться, это опять же, вы говорите о себе, о своих каких-то, ну, потребностях. Вы не говорите о потребностях мужчины, вы говорите о себе, соответственно, нужно что-то вам. Соответственно, в первую очередь, нужно смотреть на себя и думать о том, как вы можете прийти к тому, чего вы хотите. И не знаете вы именно потому, что вы хотите к этому прийти именно через мужчину. Ну, а это прямой путь к зависимости и к обидам. У нас сильное притяжение с ним, но как-то на одном месте все время. Ну, опять же, притяжение, это не совсем, не совсем понятно, что есть притяжение. То есть, как оно проявляется, и если притяжение есть, то его можно использовать. Его можно использовать, чтобы мужчину стимулировать. Но почему вы не знаете, как это делать, что мешает вам это делать? На мой взгляд, вопрос очень важный. Потому что я говорю, либо вы просто не имеете опыта общения с мужчинами, либо тут какая-то более глубинная проблема вашей неуверенности в себе, ну, возможно. Но опять же, опять же, опять же, это нужно разбирать. Он, он-то не задумывается, а я задумывался, так как на будущее туманно, туманно все. Ну, а зачем вам более определенное будущее? Вот. Мужчина, вот, например, он боится чрезмерной близости с девушками. Он опасается. Вот. Самооценка его зашкаливает. Это защитная реакция у тех, у кого зашкаливает самооценка. Те, как правило, в себе сомневаются. Ну, то есть, грубо говоря, нарцисс. Нарциссический тип личности, вы можете посмотреть это в интернете. Там вам будет, я думаю, многое понятно. Вот. То есть, нужно выздороветь свое поведение в соответствии с, как можно более полным пониманием ваших желаний. И тогда все будет в порядке. Плюс модель женского поведения обязательно, и плюс, если есть внутренние конфликты, которые заставляют вас, заставили вас оказаться вот в таком положении, в каком вы пребываете сейчас. Это важно, если хотите со всем этим разобраться, то буду рад вам помочь. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok